Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Массовые эвакуации, сообщения о заминировании оказались ложными. Не пропустил скорую, от удара неотложка перевернулась. Внимание, гололед, МЧС, о правилах поведения на дорогах. Бывшая красавица не исправилась. Анастасия Кравцова, выйдя на свободу, угодила в коррупционный скандал. На прошлой неделе по Брянску прокатилась волна сообщений о заложенных бомбах. Масштабная эвакуация прошла в здания администрации, торговых центрах, школах и детских садах города. Федеральная служба безопасности провела проверки. Угрозы оказались ложными. Их отправляли с поддельных аккаунтов. Дурацкая шутка стала популярной. Уже в другой день, вечером, 31 января, в полицию позвонила неизвестная и сообщила, что в ресторане быстрого питания заложена мина. Посетители были эвакуированы. У ФСБ России совместно с полицией провели оперативно-розыскные мероприятия. Сообщение также оказалось ложным. Телефонную хулиганку вычислили быстро. Ею оказалась студентка Брянского техникума. Звонила она со своего мобильного телефона. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Мотивы ее действий выясняют сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа до 700 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до 5 лет. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о взыскании материальных затрат, связанных с привлечением неотложных служб. В последний январский день случилось серьезное ДТП. Авария произошла утром в Бежском районе на пересечении улиц 3-го интернационала и 22-го съезда КПСС. Водитель автомобиля «Опеля Астра» врезался в машину скорой помощи, которая от удара опрокинулась и повредила автомобиль BMW 520, стоявший перед светофором. Выяснилось, что в скорой находился пациент, которого отвезли в городскую больницу номер один. Неотложка ехала на запрещающий сигнал светофора с включенной звуковой мигалкой. «Опеля Астра» двигался на зеленый и не уступил дорогу скорой помощи. На тот момент в иномарке находился ребенок в возрасте одного месяца. К счастью, обошлось без жертв. К водителям обратились пользователи социальных сетей. Они призвали их не пить за рулем. О профилактической акции расскажет Лидия Ноздрачева в рубрике «Дорожный патруль». Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. За прошедшую неделю на территории Брянской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 17 получили травмы. В текущем году сотрудниками госавтоинспекции выявлено 162 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 138 человек отказались от прохождения медицинского свидетельствования. 38 водителей сели за руль в нетрезвом виде и теперь им грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду. В Брянске стартовала необычная акция, призванная привлечь внимание общества к проблеме нетрезвого вождения. Представители активной молодежи города Брянска объявили о старте акции, разместив тематические фото с хэштегом «Будь трезвым за рулем 32» в социальных сетях. Постепенно к акции присоединяются новые участники, которым не безразлична проблема безопасности дорожного движения. Брянская госавтоинспекция поддерживает инициативу пользователей социальных сетей и призывает жителей и гостей нашего города принять активное участие в интернет-марафоне «Будь трезвым за рулем». Только совместными усилиями мы сможем навести порядок на дорогах нашего города. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Погодные условия. Вначале оттепель, потом заморозки диктуют особые правила поведения на дорогах. В Новозыпкове сотрудники госавтоинспекции и студенты провели акцию для пешеходов. Прохожим вручали информационные листовки по дорожной безопасности и призывали быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по зимним дорогам. Соблюдать осторожность гололед призывает и Управление МЧС России по Брянской области. При таких погодных условиях значительно увеличивается количество травм. Во время гололеда рекомендовано носить нескользящую обувь с толстой подошвой. Для лучшего сцепления со льдом можно наклеить на подошву лекопластырь. Не следует находиться в непосредственной близости к проезжей части и к остановкам городского транспорта, а также перебегать дорогу в неположенном месте, так как остановочный путь автомобиля на обледенелые дороги может увеличиться в 3-4 раза. При управлении машиной следует соблюдать дистанцию, снизить в 2-3 раза интенсивность разгонов и торможений, избегать резких маневрирований и обгонов. Не забывайте, что в автомобиле должен быть огнетушитель с действующим сроком хранения и медицинская аптечка. Лед стал причиной гибели 41-летней женщины в городе Дядьково. Он упал ей на голову с крыши торгового центра, которую в этот момент чистили от снега. По словам очевидцев, погибшую предупреждали об опасности и просили подождать вместе с другими посетителями магазина. Но она решила проскочить. Не вышла. От полученных травм женщина на следующий день скончалась в Брянской областной больнице. По некоторым данным, у нее остались трое детей 20, 17 и 14 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности смерть человека». Выясняются все обстоятельства произошедшего. Наверное, только в кино романтический вечер всегда заканчивается страстной ночью. В жизни бывает иначе. Ночь на 1 февраля в Новозыпкове вечеринка двух влюбленных закончилась для одного из них реанимации. 45-летний кавалер после ужина поссорился со своей 36-летней сожительницей. Дама ударила его ножом в спину. Раненого чудом удалось спасти. От ножа, но уже отцовского, пострадал и 17-летний юноша в Брянске. Выпивший папаша решил продемонстрировать семейству свою ловкость и метнул в дверь самодельный нож, но попал, как вы уже догадались, в сына. Юношу с проникающим колото-резанным ранением в области грудной клетки отвезли в больницу, а 40-летний отец будет осужден по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. 25-летняя Анастасия Кравцова, участница различных конкурсов красоты и программы «Безопасный город», угодила в новый коррупционный скандал. Напомню, в 2015 году бывшая мисс Брянск была задержана вместе со своим женихом за сбыт наркотиков. Кравцова тогда получила 4 года исправительной колонии общего режима. В конце 2017-го ее освободили досрочно. Оставшиеся наказания заменили исправительными работами. Однако Кравцова нашла подход к сотруднику уголовной исполнительной системы. И тот за взятку в 116 тысяч рублей согласился, что не гоже королеве, хоть и бывшей, марать ручки. Бывшие заключенные даже разрешили уехать из Брянска. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В прошлом выпуске мы рассказывали о Сахалинце, расклеивающем брянские объявления с предложением подработать наркокурьером. Его задержали полицейские. В момент задержания нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. По решению суда, в соответствии с санкцией статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за пропаганду наркотических средств задержанный выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, за немедицинское употребление наркотиков неделю он проведет под стражей. На очереди рубрика «Правовой аспект» мы задали три вопроса прокурору. 14-летний подросток периодически приходит домой в состоянии алкогольного опьянения, объясняя это тем, что он употребляет пиво вместе с 25-летним соседом. Какие существуют меры воздействия на соседа в данном случае? В соответствии с законодательством Российской Федерации, вы вправе обратиться в соответствующем заявлении в отдел полиции по месту совершения правонарушения с целью привлечения лица, вовлекающего вашего ребенка в употребление алкогольной продукции, к административной ответственности. По результатам его рассмотрения, в случае установления признаков состава административного правонарушения, органами полиции составляется протокол. По части 1 статьи 6.10 «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психотропных веществ или одурманивающих веществ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». После этого материалы проверки направляются в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая рассматривает вопрос о привлечении лица к административной ответственности, вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет административное наказание в виде административного штрафа в размере до 3000 рублей. В случае вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление либо распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенного лицом достигшим 18-летнего возраста, отделом полиции проводится проверка по сообщению о преступлении, по результатам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 151 Уголовного кодекса РФ, либо об отказе в его возбуждении. Названной статьей установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 тысяч часов, или исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 4 лет. В связи с возбуждением уголовного дела судом знакомому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Что это значит? Домашний арест назначается исключительно по решению суда с учетом возраста, состояния здоровья, семейного положения лица, в том числе и обстоятельств уголовного дела сроком до 2 месяцев, но при необходимости может быть продлен до 18 месяцев. Суть данной меры пресечения заключается в нахождении лица в полной, либо частичной изоляции от общества в живом помещении, в котором он проживает. Суд может запретить подозреваемому или обвиняемому, а также посещать увеселительные заведения и иные общественные мероприятия с большим количеством людей, митинги, демонстрации, народные гуляния и так далее. Обращаться с лицами, которые могут повлиять на результаты уголовного дела, потерпевшими, свидетелями, другими фигурантами. Вместе с тем лицо, находящееся под домашним арестом, не может быть ограничено в праве пользования телефона для вызова скорой медицинской службы, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов. Контроль за нахождением лица осуществляет уголовная исполнительная инспекция, для чего могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства. Влияет ли факт возмещения ущерба на назначение наказания подсудимому? Виновный, проявляя инициативу, может добровольно возместить причиненный им вред потерпевшему, вернув похищенное имущество, восстановить поврежденное или предоставить новое имущество вместо того, чтобы было уничтожено, а также компенсировать причиненный вред в денежной форме. Подозреваемому, обвиняемому на стадии расследования следователям или дознавателям должно быть разъяснено, что в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, возместившего или иным способом загладившего причиненный вред, может быть прекращено уголовное дело в соответствии со статьей 76 УК РФ и 25 УК РФ. Либо данному лицу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со статьей 25 со значком 1 УК РФ. Добровольное возмещение, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, и иные действия виновного, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, особо влияют на назначение судом вида и размера наказания, поскольку учитываются как обстоятельства смягчающее наказание, предусмотренное пунктом К, части 1 ст. 61 УК РФ, в том числе и в суде апелляционной инстанции. Таким образом, законодательством предусмотрен такой механизм соблюдения и защиты прав потерпевшего, который стимулирует подозреваемого, обвиняемого на обеспечение прав лиц, понесшего ущерб от преступления. К вождю пролетариата может быть разное отношение, но то, что сделал девятиклассник из Красной Горы, дедушка Ленин не заслужил. Парень написал на памятнике черным маркером ругательство. Раскаяние, правда, было искренним. Надпись собственноручно удалена и в отношении мальчика прекратили уголовное преследование на стадии дознания. Правда, подросток в течение года будет находиться под пристальным контролем органов системы профилактики района. И на сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин